Всем привет! Вы на канале Мы из Ельца. И сегодня мы с вами прогуляемся по центру города, так как сегодня у нас праздник. 877 лет городу. У нас 3 дня будут проходить концерты, различные выставки в честь этой даты. И вот поэтому сегодня с вами вместе прогуляемся. Помимо того, что сегодня еще 1 сентября, вот так же и день города отмечается. Поэтому давайте с вами вместе посмотрим, что тут есть интересного. Но перед нашей прогулкой, прежде всего, я бы хотела сделать для вас небольшой экскурс в историю, для того, чтобы познакомить вас поближе с этим чудесным городом. Город Елец является очень древним и имеет богатую историю. Он находится в Липецкой области на берегу реки Сосна. Здесь находится множество исторических памятников и родилось немало известных творческих людей, таких как Хреников, Жуков, Бунин. Дата основания Ельца 1146 год. Провинциальный Елец хранит атмосферу купеческого города. В центре осталась каменная деревянная историческая застройка. Сейчас в Ельце 226 объектов культурного наследия, а сам город считается историческим поселением федерального значения и внесен в каталог ЮНЕСКО. Мы сейчас с вами находимся в сквере Соломенцево в центре города. И здесь вы можете увидеть такие вот исторические факты на стендах, различные изображения, картины. Вы можете поставить на паузу, прочитать информацию, если вам это интересно, или же также отсканировать QR-код и узнать уже более подробную информацию из различных исторических источников. Вот такие вот прекрасные изображения города. В сквере нас встречают елецкие куранты, как их называют местные, или же старая водонапорная башня. Чем-то она мне напоминает водонапорную башню Мариуполя, откуда я родом. Я просто не смогла пройти мимо такого уютного местечка. Вы только посмотрите. Это уличная библиотека в Ельце. Здесь находятся вот такие вот полочки, стеллажи с книгами. Они находятся здесь в свободном доступе. То есть вы можете открыть, взять любую книгу, почитать, вернуть на место, принести, возможно, даже свои книги и свои библиотеки. Присесть вот в таком прекрасном месте с видом на центр города. Буквально через пару часов в этом же месте, в этом же сквере, мы попали на представление молодых артистов, поэтов, писателей. Здесь вы могли бы послушать их творчество. А вот уже с правой стороны я заметила художников, которые прямо при тебе пишут картины. Ну, а мы с вами отправляемся дальше, на площадь Ленина, там, где обычно проходят самые главные мероприятия города. КОНЕЦ на улице мира или торговая проходит ярмарка давайте я вам покажу что тут есть интересного вот мы видим всевозможную посуду сувениры здесь у нас также сувениры обереги сумочки браслеты тапочки здесь вы можете увидеть знаменитая елецкая кружева вот такие вот прекрасные работы идем дальше здесь у нас снова сувениры матрешки посуда с деревом посмотрите какая красота все в таком русском стиле идем дальше так здесь у нас сладости собственного производства пастила различные вкусняшки и также бомбочки мыло ручной работы дальше мы видим игрушки сладости здесь вот больше всего мне понравились украшения просто вот посмотрите мне кажется оригинальнее уже ничего не придумаешь просто невероятная красота идем дальше с куклым такие вот интересные так здесь у нас восточные сладости всякие пряности и чай ну и дальше мы снова видим куклы изделия из воска свечи мыло снова все в таком вот стиле а здесь мне дали попробовать что-то типа варенье тут есть разные вкусы здесь мы с вами видим всевозможные статуэтки а также славянские обереги посмотрите так тут у нас фигурки военных солдатиков военная техника вот здесь мне понравились игрушки такие домовята или что-то в этом роде здесь снова куклы но уже немножечко другого формата тоже вот какое-то творчество такое все интересное оригинальное носочки личной работы снова игрушки кажется здесь можно потеряться на целый день вот это вообще герои мультфильмов бантики в общем сюда нужно приходить с набитым кошельком потому что ну очень много стоящих предметов можете также это все приобрести на подарок дальше мой взгляд зацепила вот это вот мастерица город елец славится своим кружевом вот эта женщина сейчас изготавливает на ваших глазах салфетку вы только посмотрите как ловко она справляется с этим не представляю как это можно сделать справа от нас проходит мероприятие или даже не знаю как это назвать елецкая трапеза безумно вкусный запах шашлыков но мы с вами отправляемся дальше ведь впереди нас ждет выступление городского джазового оркестра и исполнителей джаза там вот там вот там вот пить вино вот там вот там вот и вот вот Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Пока-пока!